Харьков сегодня 10 декабря. Немножко расскажу, что интересного. Ну, в Харькове, как и обещали, сегодня потепление, плюс 10. Снег удачно наш почти растаял. Его осталось очень мало. АТБшка купила генератор себе большой, так как свет у нас еще отключают. И они решили перестраховаться, купить это дело, чтобы можно было свободно продавать товар. В городе обстановка такая же, как и была. Днем с утра частенько у нас сирены звучат, одна за одной воздушные тревоги. Ну, а транспорт у нас носится, носятся наши уборщики. Рогатые Теслы нас опять радуют, возят. Ну, а вы, как помните, я поехал в Полтаву. В Полтаву поехал забирать свою семью. Ну, и когда мы возвращались домой, мы решили паковать наши посылки. Ну, и заодно можно перекусить. Харчева Пливка пишет, смачненько, бо свиже. Если хотите, можно перекусить. Ну, собрали мы, в общем, свои манатки. Взяли нашу кошечку Тучандру и бегом на вокзал. На вокзале подождали поезд. Поезд наш приехал в Интерсити. Нас он быстренько домчал до Харькова. Естественно, мы очень рады, что едем в Харьков. Дочка с женой тоже рада. Тучандра наша тоже очень рада, но она, единственное, немножко испугалась в поезде. Она-то уже давно не ездила, в принципе. В принципе, полгода назад, последний раз она ехала, когда мы ехали в Полтаву. Ну, отвыкла, животное, что ж поделаешь. Ну, а Харьков продолжает свое движение. Сегодня на улице тепло, хорошо. Можно сказать, весна. Единственный недостаток, это сейчас, конечно, дорожки очень скользкие. Их, к сожалению, почему-то еще не посыпали. Хотя обычно это все делается оперативно. Но, скорее всего, я думаю, потому что не ожидали резкого потепления. И поэтому не успели их посыпать. Ну, возможно, еще нечем пока. Ну, а с этого вокзала я добирался в Полтаву. Ехал на автобусе. Автобус, кстати, тоже попался хороший. Мерседес. Ехал, скажем так, быстро, но почему-то медленно. Путь у меня занял 2 часа 25 минут. Все, семью забрал в Харьков. Очень рады. Ну, как-то теперь так у нас.